Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня будет разговорное видео. Я решила подсчитать, подсчитать, сколько я потратила на поездку в Калининград. Поездка длилась три дня, поэтому надо свести дебет с кредитом, да, вообще посмотреть, сколько, сколько мне это всё хозяйство обошлось, это удовольствие. Значит, начнём с дороги. Вылетала я из Москвы, вылетала из Москвы, до Москвы я добиралась на поезде. Туда я ехал на ночном поезде, обратно я возвращалась на Ласточки в 16.35, скоростная, за четыре часа я уже была в Нижнем Новгороде. Значит, стоимость билетов на поезд в районе двух с половиной тысяч рублей, то есть там 2,498, вот так вот как-то. Ночной поезд дороже, около полутора тысяч, обратно сидячий вагон, сидячее место, да, около тысячи. Но, но когда я поехала в ночном поезде, да, когда, то есть у меня поезд был в 23.35, то есть сразу все загрузились, сразу все распаковались и практически все сразу легли спать, ну, кроме некоторых личностей, да, которые отмечали свой начавшийся отпуск. Это не я, да. Вот, значит, я легла спать и уже в полудрёме меня будет проводниться и сообщает мне радостную новость о том, что у меня не оплачено бельё. Неожиданно, да, внезапно у меня не оплачено бельё. Естественно, я с просонью немножечко не поняла, в чём дело, потому что билет я покупала полный на сайте, на сайте российских железных дорог. Забыла, как сайт-то назывался. Ну, в общем, и я уже потянулась за деньгами, чтобы оплатить, но в голове я немножко негодовала, как так, то есть ты, когда выбираешь билет, почему тебе, ну, полный не предлагают, почему нужно покупать бельё отдельно. Вот, но потом мозг немножечко включился, я стала проверять билет, у меня был полный, то есть у неё, у проводницы, у них есть какое-то приложение, где они отслеживают каждый билет, и у неё не прошёл, ну, как бы мой билет показывался без белья. Вот так вот, поэтому она посреди ночи решила меня разбудить, сообщить эту радостную ввести и взять с меня денежки за бельё, но, как бы, у неё это не получалось. Ну, в общем-то, всё разобрались, там была я такая счастливец и ещё парочек человек. Всё, со всем разобрались, она всё исправила, всё, дальше поехали спокойно. Вот, но нужно быть внимательными, да, что, как бы, начеку, нужно быть начеку, если вдруг что-то где-то у них там не прошло, придут, потребуют, поэтому не теряйтесь, не тушуйтесь, сразу проверяйте свой билет, в билете всё написано, полный, с бельём, там все дела. Так, дальше, самолёт. Летела я на Победе, на Победе. Так, сколько мне обошлись билеты туда-обратно? Сейчас я посмотрю, просто не помню. Так, билеты мне обошлись в 5248. 5248. То есть, туда я летела за 2500 и обратно за 2750. Вот, это ручная кладь, только ручная кладь, без багажа. Ну, в принципе, на три дня зачем мне багаж, да, по большому счёту. В ручную кладь у меня всё уместилось. Имейте в виду, на Победе ручная кладь – это только сумочка в вашей руке. Это не значит, что вы собираете спортивную сумку и с вами ещё рюкзачок, ридикюльчик и ещё что-то. Нет, всё это придётся и спортивную сумку, и маленькую сумку, рюкзачок, и все пакеты, которые у вас есть в руках, всё придётся засовывать вот этот вот контейнер размерный для ручной клади. Если все ваши вещи туда не умещаются, придётся платить. Вот, было в аэропорту несколько случаев, когда девушки такие, причём на регистрации, на регистрации они прошли, ручную кладь проверяют на регистрации и перед посадкой в самолёт. На регистрации девушка прошла, ну, видимо, она, как бы, мальчик-то и не видел, что у неё за плечами ещё рюкзак. Может быть, она показала сумку, как бы, и всё. Он ей билетик дал, а уже перед посадкой в самолёт её остановили. Типа, будьте любезны, положите всё в контейнер. И она была очень удивлена. Как так? А что это? Тоже всё ручная кладь? В общем, имейте в виду, у Победы ручная кладь – это только вот одна сумка. Ну, может быть, их может быть и две сумки, да? Но они должны уместиться в этот вот контейнер размерный, который стоит у Победы. Если что-то не влазит, придётся покупать дополнительный багаж. Неприятненько. Вот. В общем, 2500, ой, 5248 мне обошлись билеты туда-обратно, но я немножечко тупанула. То есть, я покупала билеты в феврале, вылетала в марте, покупала в феврале, по-моему, 13 или 10 февраля. Если бы я их покупала в январе, в середине, допустим, билеты туда-обратно, ну, я думаю, что мне бы в 4000 обошлись. То есть, я в конце января смотрела билеты, там по 1999 они были. Ну, и туда, и обратно. А уже в феврале цена начала расти. То есть, у Победы, чем раньше ты покупаешь билеты, ну, тоже смотря какое направление, там нужно всё отслеживать. Вот. Но в основном, чем раньше ты покупаешь, тем билет дешевле. Чем ближе вылет, тем он дороже. Ну, как, наверное, и как и везде. Ну, вот у Победы прям вот за очень хорошие деньги можно купить билеты, если покупать их заранее. Вот. На самолёте, на борту самолёта вас не кормят, только водичку вам могут принести. Ну, в принципе, лететь полтора часа ни о чём. Если хотите выбрать место, за это нужно будет заплатить. То есть, вот, 5248 это голый билет, без багажа, без выбора места, без всяких там страховок, без всего. Вот. Но, в принципе, тоже, наверное, недорого. Но могла бы и дешевле купить, если подсуетилась. Ну, ладно. В общем-то, вот так. Так. Дальше что? Где я жила? Так. Жила я на вилле Татьяна на линейной. Линейной. Да, линейной. Вилла Татьяна на линейной. В принципе, номерочек скромненький, но со вкусом. Всё, что нужно есть. Своя ванная комната, большая кровать. Чистый, светлый. За три ночи я отдала с завтраками. Я отдала 5600. Ну, вот. Как бы, вот в таких вот пределах. Ну, там, 5589 что-то так. Ну, 5600, значит, с завтраками. Мусор выносили каждый день, полотенце меняли каждый день. Но уборки какой-то я не замечала, потому что у меня, в принципе, чисто было. Вот. Но мусор убирали, полотенца свеженькие. Вот я приходила вечером со своей прогулки, всегда на кровати лежали. Свеженькие полотенца. Завтраки бедненькие. Завтраки бедненькие. Ну, я когда вообще выбирала эту гостиницу, во-первых, я смотрела на место расположения. Во-вторых, я стала читать, ну, как бы отзывы, естественно, да. И там все писали о том, что очень сытные завтраки, шикарные, прямо вот и такие вкусные. Но я бы не сказала, да. То есть, я, честно говоря, вообще не поняла. Может быть, раньше завтраки были лучше? Не знаю. Ну, то есть, там вам дается на выбор 4 основных блюда. Каша, блины, драники и яичница. Два блина, два драника, яичница из двух яиц, либо каша. Вот. Дальше вам дается, значит, на человека два кусочка сыра, два кусочка колбасы. Ну, там ветчина такая. Вот. И все. Остальное джем, масло, хлеб, сахар, кофе, молоко. Это все там, ну, выставляются, как типа шведский стол. Ну, вот такое, да. То есть, можете сколько хотите кофе пить, сколько хотите чая пить. Джем, масло, пожалуйста. Можно тосты делать. Вот. В принципе, за счет тостов можно наесться. Да. Тосты. Тосты спасают. Но это как бы хлеб пустой, да. Ну, в общем, выбор не очень большой. Насчет завтраков бедновато. Вот, честно скажу, бедновато. Потому что я когда... Изначально я думала самой мне поехать в Калининград. Ну, как самостоятельное, в самостоятельное путешествие, либо взять тур. И мне почему-то попадались только калининградские туристические компании. Может быть, я плохо искала, не знаю. Мне предлагались сайты калининградских туристических компаний, которые предлагали вот туры там на три дня, на пять, на неделю. Вот. И у них заезд тоже был вот в Татьяну на линейной. Еще там какая-то одна гостиница. Вот. И там указывалась информация о том, что, ну, можно купить завтраки за 400 рублей. Ну, то есть вот за 400 рублей, я считаю, что это очень бедненький завтрак. То есть в Москве, когда я жила в Москве, но не в этот раз, а в один из своих приездах, ну, у нас был завтрак за 500 рублей шведский стол. То есть там хоть и объешься всем, чем хочешь. Поэтому я считаю, что, ну, как бы за 400 рублей, если брать, как бы пример, вот, да, из предложения турфирмы, за 400 рублей достаточно бедноватый завтрак. Ну, это вот мое мнение. Так, что еще? Расположение хорошее. Очень приветливый персонал. Девочки на ресепшене очень приветливые. Все помогут, все подскажут, куда, где, что, куда пройти. Все просьбы, ну, тут же отвечают на все ваши вопросы. Все просьбы удовлетворяют. То есть очень хорошие, очень хорошие девчонки на ресепшене. Приветливые, милые. Расположение хорошее около верхнего пруда в спальном райончике. То есть там вокруг тишина, покой, тишина и покой. Если, например, приезжать с семьей, вокруг верхнего пруда очень хорошо гулять. Спокойно, тихо, спокойно. И вечером не будет никаких шумных компаний, потому что в центре города там, ну, тусовка прям такая. Да, молодежь тусуется, музыка играет, машины ездят. Ну, понятно, да, то есть жизнь кипит. Здесь все тихо. Единственное, что в самой гостинице стены немножечко картонные, да. Если соседи какие-то немножечко шумные, то вы это все будете слышать. В день уезда, то есть в субботу с утра я просыпалась, я очень часто просыпалась, каждый час. И я слышала, как с какой-то из сторон, не знаю, с какой сверху, может быть, сбоку, храпел сосед. Ну, не вот прямо как на ухо, да, но я слышала вот эти характерные звуки, я слышала, я их различала. Но за счет того, что была ночь, да, идеальная тишина, может быть, поэтому я слышала. Но это вот единственный раз, когда я слышала какие-то звуки в виде храпа от соседей. Так, что еще? Ну, вот смотрите, значит, сколько у нас получается. Две с половиной, пять шестьсот. Это восемь сто, да. Давайте прямо вот посчитаю на калькуляторе. Так, две с половиной у нас поезд, пять двести пятьдесят самолет и плюс пять шестьсот. Это гостиница. Тринадцать триста пятьдесят, ну, плюс еще деньги на карманные расходы. Ну, где-то в районе четырех тысяч, наверное, у меня ушло. Да, примерно четыре тысячи. То есть вот это вот такси до Московского, в Москве, ну, в Москве я на такси не ездила. В Москве я добиралась, кстати, очень хорошо. У меня поезд приходил в шесть тридцать к Ярославскому вокзалу. И я сразу в метро напрямки до Саларьева и, значит, в автобус. Я немножечко тупанула, я не успела на автобус. Ну, потому что я никуда не торопилась, у меня вылет только в одиннадцать сорок был. Вот. Вот. И все равно в аэропорте я без десять восемь приехала. Да, без десять восемь. Ну, где-то полтора часа. Ну, может быть, и долго, но мне как-то не показалось. Ну, я как-то не ощутила этих полутора часов, что в дороге. Может быть, как-то это... Ну, для москвичей, наверное, это долго, да? А когда у тебя куча времени, для тебя это нормально. Поэтому вот, уже без десять восемь я была в аэропорту. Очень быстро прошла регистрацию. То есть, значит, на такси сто рублей. Ну, на метро, на автобус это где-то сто двадцать. Да, потому что я покупала карту на две поездки. Сто двадцать. Кофе в аэропорту сто пятьдесят. Я покупала в автомате, потому что в кафешках там, ну, капучино маленькое. Я что-то в районе, в районе сколько смотрела? Четыристо рублей, по-моему. По-моему, четыристо рублей. Я подумала, что, ну, как бы, кофе не стоит этих денег. И пошла в автомате, купила за сто пятьдесят рублей. Шикарно. Это трехсот миллиметровый. Триста миллиграмм, короче. Миллилитров. Миллилитров. Триста миллилитров кофе. И счастливой, довольной я пошла на регистрацию. Так, дальше. Что еще? В Калининграде. В Калининграде из аэропорта до гостиницы. Ну, не до гостиницы, да. Ну, до Калининграда я ехала на автобусе. Тоже сто рублей стоит. Светлогорск. До Светлогорска тоже сто рублей. Туда-обратно, ну, двести. Да, что еще? Что еще? Обратно тоже на автобусе сто рублей. А, еще я купила марципан. Эти батончики марципановые. На пятьсот там с чем-то рублей. В дары. Ну, и все остальное на питание ушло. Вот, собственно, собственно, и все. Вот как-то так. Хотя на питание, а что на питание? На питание тоже немного ушло. Я особо-то и не ел там. Ну, вот, грубо говоря, где-то в районе 17-16. Нет, 16, наверное. 16 тысяч. Все, в удовольствие мне обошлось. Ну, вот 13, да? 13-350. Это дорога и гостиница. Остальное питание. Ну, так, карманные расходы. На карманные расходы, на сувениры там какие-то. Ну, вот, собственно. Достаточно бюджетный отпуск получился. Гостиницу. Выбирать дорогую гостиницу смысла нет. Ну, на три дня вот смысла нет. Если ты планируешь в гостинице проводить 90% своего времени, то да. То да, я согласна. Нужно брать подороже, получше, чтобы, ну, тебе в гостинице было кайфово. Тебе хотелось в ней остаться и проводить время. Если ты активный путешественник и планируешь в гостинице только ночевать, по большому счету, да. То брать какую-то дорогую еще гостиницу вообще смысла нет. Зачем? Нет, если, конечно, вы хотите там перед друзьями понтануться, что вот я за три дня на гостиницу потратил там 50 тысяч рублей, то, ну, это другой вопрос. А если вы как бы путешественник, который, бюджетный путешественник, который лучше потратит деньги на еще одно путешествие, чем на дорогую гостиницу, в которой он только ночует, поэтому, ну, смысла нет. На букинге очень большой выбор и гостиниц, и хостелов, и квартир. То есть, пожалуйста. В принципе, можно было выбрать гостиницу и дешевле. Если, например, брать без завтраков, можно было за 4,5 тысячи найти гостиницу, квартиру на это время. Хостел вообще за тысячу рублей бы вам обошелся за три дня. А может, даже и дешевле. Так, перестаньте, пожалуйста, сверлить. Вот, поэтому, как бы, если, смотря у кого какой кошелек, да, и какие запросы. Если вам не принципиально, например, жить в одной комнате с 8 незнакомыми людьми, но не факт, что они будут в этой комнате, да, потому что не факт, что в это время, когда вы приедете, в хостеле кто-то будет. То можно вообще, я думаю, в 10 тысяч рублей уложиться. Поэтому вот. Мне обошлось, ну, где-то 16-17 тысяч рублей. Но я довольна, как слон, мне все понравилось, я счастлива, да, я счастлива, все хорошо. Ну вот, наверное, все, все рассказала. Все рассказала. Вроде бы, больше никаких таких нюансов не было. Вылетала я в субботу рано утром, так как у меня был оплачен завтрак. На завтрак я не успевала, потому что завтраки с 8 до 10, по-моему, в гостинице. Мне собрали сухой паек. Бутербродики. Даже заботливо маслечком намазали хлебушек. Представляете, я не ожидала. Ну, в общем, вот. Все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Кстати, мне надо отзыв оставить о гостинице. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok